Привет-привет, мои дорогие и любимые зрители! В этом видеоролике я хочу поднять достаточно такую важную тему, которая не поднималась вообще у нас практически в нашем поле. И я думаю, что она достаточно давно существует, но многие о ней не знают и не подозревают о том, что такое есть. Но, друзья, прежде чем начать мое повествование, хочу сказать, что YouTube не всегда присылает уведомления о моих новых видеороликах. Для этого я создал мой Telegram-канал. На моем Telegram-канале выходят все мои видеоролики, а также там много другой полезной информации. Ссылочка на Telegram будет, как всегда, в описании. Переходите, друзья, подписывайтесь, будем с вами оставаться на связи. Так что же там такое произошло? Мне скидывали мои зрители в Telegram приговор, приговор суда. Давайте кратенько по нему пробежимся, там без особых каких-то замечаний и вопросов затянутых, но чтобы вы понимали, в чем суть. Вырок именем Украины. Эстрийский миск районный суд Львовской области. Криминально правопорушено, предбачено часты на четвертую статьи 186. 186-я статья Уголовного кодекса – это грабеж. Своими умыслными идеями особо 7 завдала по терпилам особо 5 материальную шкоду на загальную сумму 556 гривен. Если коротко пересказать фабулу этого дела, подсудимый зашел в частный магазин, там он взял, понабирал себе сигарет, послаживал их в карманы, эти сигареты, и пошел к выходу из данного магазина. И я, кстати, тут подумал, что, скорее всего, должна быть все-таки не грабеж, а кража, потому что кража – это тайное похищение чужого имущества. Но тут возник продавец и сказал, что ты делаешь, отдай эти сигареты, он все равно их там себе раз и, как говорится, в наглую чугнул. Поэтому это все-таки был грабеж, потому что грабеж – это когда открытое похищение чужого имущества. Вот в чем разница для тех, кто не юрист, чтобы понимал. И далее, что решил суд по данной статье. Хочу напомнить, сигарет на 556 гривен украл. Особо три вызнаты винным и в чиненне криминального правопорушения, предбаченную частью четвертую статьи 186, кака Украины та призначиты покораннее в виде позбавления воли на строк 7 роков. За побежный захид у выглядеть целодобового домашнего ареста до набранья выроков законной силы залишиты без змин. Тут, конечно, мои проницательные зрители мне абсолютно правильно вписали в Телеграме. Они писали, вон, посмотри, эти три негодяя изнасиловали девочку, и им там дали два года условно и пошли, они, как говорится, гулять. А вот за такое, за 556 гривен, кражи каких-то сигарок несчастных дают 7 лет реального срока. И у нормального человека понятно, что это в голове не держится, и люди не понимают, почему такое происходит. Сейчас я вам постараюсь объяснить, с чем это связано. Зокрема, из 7 березня 2022 года законом номер 21.17 внесено зміни до Криминального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини за статтями. Крадіжка від 5 до 8 років. Грабіж від 7 до 10 років. Розбій від 8 до 15 років з конфіскацією майна. Вимагання по збалуванню волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Привласнення. Растрата майна або заволодінняным шляхом за вживанням службовим становищем по збалуванню волі на строк від 5 до 8 років. Это специально, друзья, я вам подробно зачитал те статьи и тот срок, который по данным статьям может вломиться человеку, если он это совершит. То есть, ранее, к примеру, взять ту же кражу. Там был штраф, это даже не считалось преступлением, был просто проступок по части 1. Сейчас автоматически все переквалифицируется. То есть, взял, пошел там, украл на какую-то вроде как бы небольшую сумму, колбасы, еще чего-то, и по максимуму тебе как впаяли, и уже, как говорится, ничего ты не захочешь. Не по первой части, а по четвертой. По всем этим преступлениям судят людей. Это означает то, что считается, что во время военного положения, которое у нас сейчас в стране введено, эти преступления, которые были внесены, такие жесткие изменения, они самые частые. То есть, их больше всего по статистике Министерства внутренних дел. И, соответственно, вот за эти преступления, которые прям самые-самые у нас являются частые, за них вот такая вот достаточно серьезная предусмотрена ответственность. Поэтому я всем советую, прежде чем совершать, допустим, в магазине какую-то там незначительную кражу, как там какую-то футболочку вынести, какую-то кофточку, какие-то, может, там продукты, еще что-то 25 раз подумать, потому что это все закончится вот так вот, как закончилось в этом случае. Он взял эти папиросы, сигареты, перекурить, наверное, решил, и неплохо перекурил на такой значительный срок в соответствующую колонию человека определят. Это именно лишение свободы, реального лишения свободы, а не какое-то там условное, какие-то штрафы, какой-то отмечаться. Очень все серьезно в таких случаях. Поэтому я всем советую не нарушать закон. И вообще, конечно, я советую всем не нарушать закон, не только военного положения, но я это специально для вас разъясняю, чтобы вы, дорогие друзья, поняли, почему в этом случае происходит так. А по поводу же вот этих там подонков, негодяев, по поводу этой девочки, для меня лично там все понятно и ясно, как и для любого сознательного, нормального гражданина Украины. Единственное, что я хочу заметить, когда я был в ситуации, когда я был адвокатом у потерпевшего, там было дело абсолютно другое, с этим не связано. Была такая же ситуация. Сотрудники прокуратуры должны были тоже обжаловать незаконное решение суда первой инстанции. Более того, мы писали об этом жалобы, обращались, но они нифига не делали, как у них это бывает зачастую, по понятным, я думаю, всем причинам. Скажите, пожалуйста, почему вы не подали апелляционную жалобу? Вы считаете решение правильным и уфронтованным? Я не буду на вашей камере сейчас сделать... Сделайте заявление, чтобы люди знали, я это покажу в ютубе обязательно, не сомневайтесь. Пусть посмотрят отношения прокуратуры граждан, которых расстреляли в спину, а прокуратура считает, что это нормально. Вы считаете нормально, что человек расстреляли в спину, по каким-то надуманным причинам возвращают апелляцию, или вы не обжалуете? Вы считаете это нормально? Почему? Ответьте. Ну вот людям интересно знать. Люди хотят понимать, за что вы конкретно получаете зарплату каждый месяц. У нас очень много говорится о том, что надо платить налоги, но очень мало говорится о том, что вы должны все исполнять свою работу здесь, а не ходить здесь просто после десятой жалобы. Как бы и не пришли, я уверяю. В тот же момент потерпевший, тоже у него есть определенные права, и обжаловать приговоры суда, это всегда тоже в правах потерпевшего. То есть потерпевший тоже имеет на это право. Даже если прокурор не подал, даже если прокурор согласен, сговорился, договорился, может он там не хочет по какой-то причине, всегда потерпевшая сторона имеет в этом случае такие же права. В других случаях права потерпевшей стороны у нас в уголовно-процессуальном кодексе очень сильно сужены, фактически у потерпевшего никаких прав нет. Но в данном случае, когда уже дело попало в суд, и оно рассматривается, у потерпевшего все равно есть некоторые права. Понятно, что не такие, как у того, кого судят, и не такие, как у прокурора. Вот такой у нас, к сожалению, недолугой, я бы его назвал, уголовно-процессуальный кодекс, который, понятно, он лучше, чем тот, который был, но его принимали во времена Януковича, и принимали его, понятно, что для работников правоохранительных органов. Такое мое мнение по данному кодексу как адвоката, а не для человека, не для потерпевшего. На этом, друзья, я думаю, закончим данный видеоролик. Всем желаю всего самого наилучшего. Желаю, конечно, не общаться, не встречаться, не попадаться ни в каком случае к сотрудникам нашим правоохранительных органов. И, конечно, верим в наши вооруженные силы, верим в нашу скорейшую победу.